На вкус очень вкусно! Обязательно попробуйте приготовить! Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами очень вкусный и быстрый рецепт. Будем готовить с вами торт без выпечки. Я к таким тортам отношусь немножко скептически, потому что нередко туда добавляются яйца, и получается, что они как сырые попадают в эти торты, десерты. Поэтому я взяла специальный десерт без яиц, и будем готовить супер шоколадный торт. Тут в основном будут сливки, масло и шоколад. Ну и печенье, конечно же. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал, и давайте готовить! Немного объясню по поводу шоколада. Шоколад берем с вами темный или горький, какой вы предпочитаете. Далее, по поводу печенья берем галеты. Ну, у меня вот печенье обычной Марии. Наверняка все знают, что это за печенье. Вот, то есть они не мягкие, такие достаточно твердые, я бы сказала. Вот, ну и сливки у меня 20%. Теперь я взяла вот такую глубокую емкость, и там я буду скалкой молоть наше печенье. Высыпаю туда. Постепенно дробим и делаем такие небольшие кусочки. То есть не мельчим, я специально не стала делать в блендере, потому что в блендере получится, скорее всего, прям крошка. Нам крошка не нужна. То есть мельчим, но до такого не супер мелкого состояния. Смотрите, какая крошка получилась. Достаточно большая. Теперь мы это пока что оставляем. И далее приступаем к приготовлению шоколадной смеси. Вливаем в ковшик сливки. И можно сразу выложить масло сливочное. Ставим это все на плиту нагреваться. И полностью ждем, пока это все растопится у нас. Сейчас, помешивая это, мы доводим смесь до кипения. И потом уже выключаем огонь. Сливки с маслом у меня вскипели. Теперь я их добавляю в эту миску с шоколадом. Я ее предварительно взяла вот такую глубокую, зная, что туда потом мы все это будем наливать. Заливаем и хорошенечко все размешиваем, чтобы у нас шоколад полностью там растопился. Вот такая шоколадная смесь у нас получилась. Такая, ну, я бы сказала, жидко-густая. Вот. И теперь сюда мы добавляем наше печенье. И все тщательно-тщательно размешиваем, чтобы полностью у нас все вот эти печенья покрыли шоколадом. Сейчас увидите, какая смесь получится. Вот такие у нас печенья получились. Все полностью в шоколаде. Так. И теперь нам осталось переложить их в форму. Форма у меня будет вот такая вот, 20 см в диаметре, разъемная форма. В ней просто будет удобнее потом вытащить наш будущий торт. Если у вас нету разъемной формы, ну, значит, делайте в обычной. Вот. И просто не будете тогда края обмазывать шоколадом. Вот. А так мы просто будем обмазывать и верх, и края шоколадом. Так. У тех, у кого разъемное дно, кладем пищевую пленку, чтобы потом-таки опять нам легче было вытаскивать. Так. Хорошо. И выкладываем все эти печенья в форму. Так. Переложив форму, мы теперь должны выровнять все хорошо, чтобы у нас сверху был ровный слой. И далее мы кладем это все в морозилку на 1 час. Пока мы ждем, когда наш торт застынет, у нас есть полчасика немножко отдохнуть. А через полчаса начнем с вами делать заливку для торта шоколадную. Теперь приступаем к приготовлению глазури. В ковшик я налила уже сливки и кусочек масла выкладываю сюда, сливочного. Все это мы также доводим до такого горячего состояния. И потом будем шоколад загрязывать. Сливки с маслом у меня горячие. И теперь я сюда выкладываю шоколад. И он будет здесь топиться. Мешаем его до такого прям однородного состояния. Шоколадная глазурь у нас приготовлена. Такая она получилась. Далее я достала уже наш будущий торт. Аккуратненько его теперь... Открываем. Вот стеночек отлепляем аккуратненько. Все хорошо. Теперь я вот взяла такую тарелку большую, широкую, чтобы сюда переложить торт. И здесь мы далее будем с вами его, так сказать, украшать сверху. Пленочки берем и аккуратненько его отсоединяем. Теперь нам осталось торт покрыть шоколадом. Наносим прям такой густой слой сверху. И выравниваем лопаткой. Тортик я более-менее выровняла со всех сторон. По краям также обмазала шоколадом. И теперь его опять убираю в холодильник минут на 10-15, чтобы шоколад у нас застыл. Также я оставила где-то буквально, ну, может, столовую ложку с горкой глазури шоколадной, чтобы мы потом украсили торт. Я это буду делать в кондитерском мешке. Ну, у тех, у кого нет кондитерского мешка, да, можно просто как-то ложкой вот так постараться сделать тоненькие-тоненькие полосочки. Я вам потом покажу. После того, как у меня торт немножко еще в холодильнике постоял, шоколад у меня хорошо застыл, я его еще раз разровняла. Теперь я вот налила в такой мешочек этот глазурь, и теперь отрезаю кончик тоненький. И этой глазурью делаю вот такие вот какие-нибудь мазки. Тортик готов, очень красивый, очень вкусно пахнет. Теперь я его буду резать и пробовать. Итак, я пробую. Супер шоколадно, на вкус очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить, потому что это просто. Вот. И очень шоколадно, еще раз скажу. Вот. Достаточно интересно торт выглядит. Такой, как даже я бы сказала, как покупной, на самом деле. Вот. Поэтому удивите своих гостей. Ну, или просто попейте чай сами. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам рецепт. Ставьте лайк на это видео. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok